Ну вот, Лизочка, ты теперь на новом месте. Ты самая первая у нас тут будешь лежать, потому что ты была самой любимой доченькой. Надеюсь, тебе здесь уютно, хорошо, и вот цветочек я тебе могу поменять. Кто сюда вообще белый цветок поставил? Она не любила белые цветы. Наконец-то. Все те, которых мы потеряли в этом сезоне, собрались в одном месте. И второй, кто здесь будет находиться, это у нас Мастер. Мастер 2019, 2019. И покрасим мы его, давай, какой цвет Мастер любил? Синий, синий любил, вот так. Синий любил цветочек. И красные цветочки он тоже очень сильно любил, поэтому красный цветочек оставь ему вот этот, пожалуйста. Ну хорошо, я бы хотела Лизе забрать, но пусть у Мастера тоже будет. Мастер тоже один из самых первых наших. Ты следующая, Катя. Кого еще мы потеряли в этом сезоне? Я хочу отдать честь Герману. Германа, которого мы два раза потеряли. Целых два раза, два Германа было. Он же у нас в 20-м году появился, вот так. И я его красненьким покрашу, вот так. Вот так, Герман любил красный цвет, наверное. Я не знаю, но может быть, кстати. Следующий у нас... Кто? Кого мы еще лишились? Филипп! Филипп точка номер один. Филиппушка, Филиппушка. Филиппп? Он же в 2020-м появился? Вроде, вроде да, да. Не важно, 2020-й. Они всегда для нас будут молоды. Детишки наши. Он у нас будет каким цветом? Зелененьким будет, вот так вот. Оп. Пиши следующего. Пиши, кого мы еще потеряли в этом сезоне. Я предлагаю вот это место посвятить жителям номера один. Житель номер один. Житель номер два. Житель номер три. Естественно, мы не знаем, как их звали. С какого они года там. Но что есть, то есть. Это безымянные жители, но мы их помним. Их случайно кукнула Катя, когда сносила мой завод железных големов. И тут, Катюха, еще две могилки остались. Подойди сюда. И кто у нас остался-то, я даже не помню. Василисий! Ты же недавно Василисия кукнула на стриме. Это ты его кукнул стрелой. Это не я его кукнул. Василисий 2019-й вроде. А, фиг его знает. Фиг его знает. Ну так я и напишу. Фиг его знает. И потом 2020-й. Вот так. Все, краси его давай. Он был синеньким у нас, Василисий. Бирюзовенький вот такой. Ну и последний, Катюха. Кто у нас кукнулся? Давай пиши. Ярик, может, какой-нибудь. Ярик Сухопутка. Нет, не Ярик Сухопутка. Пиши другого. Ну какого, я не знаю. Уже там у нас слишком много всех погибло. В нашем сезоне. Может, Леха Крипер или Злой Жорик? Злой Жорик же тоже куда-то пропал. Я всем подписчикам говорю, что он в отпуск ушел. Но что-то он как-то не появляется. Может, он того копыта длинул. Подожди. Давай, короче, мы оставим этот выбор подписчикам. Они скажут, кого нам здесь хоронить. Крипера? Жорика? Или кого-то еще? Да. Напиши вот в комментариях. Если мы вдруг кого-то упустили, напишите, ребята, в комментариях. Потому что, ну, этот сезон унес слишком много хороших жизней. Ты верно подметил насчет того, что этот сезон нам принес очень много болей, страданий. Я не знаю, я плакала, я переживала. Только посмотри на это место. Ты посмотри, это все нашими руками сделано. Это все мы причинили боль этим невинным созданиям. Поэтому я приняла решение. Это было трудно. Это было трудно. И я очень много думала. И я решила, что я хочу покинуть этот мир. Вот, вот все. Вот прям сегодня и окончательно покинуть этот мир. Мать, ты что, кокнуться хочешь? Это всего лишь Minecraft. Елизавета в Minecraft уже не надо кокаться. Какой мир ты хочешь покинуть? Совсем катушка съехала. Ты что, дурачок, что ли? Я не хочу кокаться. Я говорю, я покинуть мир этот хочу. Мы его сейчас сохраним, там закроем и новый создадим. Начнем новую игру. С чистого листа, как говорится. Аааа, господи, ты помилуй. В смысле, мир Minecraft ты хочешь покинуть? А я-то уже подумал, что ты хочешь мир прям весь мир покинуть. Ну так ты формулировку формулируй. Тщательнее они вот так вот. Блин, брось. Конечно, я не собираюсь кокаться. Это же игра. Не надо кокаться, Кат. Вот, кокаться я не буду, поэтому я тебе предлагаю новый мир создадим. Знаешь почему? Потому что вспомни, зачем мы вообще начали этот сезон? Ну, весь сезон выживания мы начали для того, чтобы научить тебя играть в Minecraft хорошо прям. Ну так все, смотри, я умею играть в Minecraft, я про, я уже всему научил. Так, тихо, тихо, я говорю, я говорю, тихо. Я говорю, что я уже умею играть, поэтому я считаю, что мы должны оставить это все. Уйти и начать все заново. Ты умеешь играть в Minecraft, докажи. Докажи, что ты умеешь играть в Minecraft. Всего лишь прошло 140 серий выживания прошло. Катя говорит, что она умеет играть в Minecraft, а? Докажи. Ну как я тебе докажу? Ну давай спрашивай что-нибудь у меня. Я тебе на все отвечу, я не знаю. Хорошо, давай пошли. Сейчас Катя пройдет быстренький тест по Minecraft. Скажи мне за 3 секунды, где можно добыть губку в Minecraft. Быстро. В подводном данже, который состоит из призмаринов. Там еще вот куча золота и большая чебурашка охраняет это все. Не, дрить, колотить, ты даже не думала, сразу так ответила? Да потому что я знаю. Хорошо, второй вопрос. Ответь мне, пожалуйста, где можно добыть голову мистера Крипера, скелета и зомбаря? А, ну это все просто. Должен, во-первых, пойти дождь. И во время молнии трезубцем запульнуть заряженного Крипера. Точнее, мы его должны сначала сделать заряженным. А потом этот заряженный Крипер должен убить обычного Крипера. И тогда с него вылетит голова. Ну и так далее со скелетом и с зомби, в принципе. Ну это же мы же с тобой это делали, ну. Ну, су, я-то думал, что ты просто каждую серию забываешь, как верстак крафтится. А то, что ты знаешь, как выбить голову, это я точно не ожидал. Ну ладно, молодец. Третий вопрос. Отвечай быстро. Сколько типов панд существует в Майнкрафте? Ха-ха, ну это же легкотня. Во-первых, существует шесть типов панд. Они бывают спокойные, ленивые, игривые, грустные, хмурые и больные. Также они подразделяются по цвету. Черные и коричневые. Коричневые более редкие, и их можно найти в джунглях. Ты в курсе, что даже я этого не знал? Ты откуда это знаешь? Потому что я умею играть в Майнкрафт. Я про. Ясно? Японский горнолыжник. Ты вот, вот что, что? Но ты меня сейчас прям удивила, мать так удивила. Да, вот такая вот я, огонь баба. Все знаю, все знаю, да-да. Ну если ты считаешь себя профессионалом, значит ты должна знать все крафты в Майнкрафте, да? Да, я знаю все крафты в Майнкрафте. Ну тогда давай скрафтим мне быстренько ведро. Да пожалуйста. Так, оп, оп. Держи. Неплохо, скрафтим мне чародейский стол. Так, для чародейского стола мне нужен обсидиан, алмаз. Берем тут, берем здесь. Сейчас, сейчас быстренько зайдем в верстачок. Оп, оп, оп. Ииии. Держи. Ёперный театр. Так, хорошо, скрафтим мне тогда быстренько костер. Скрафтим мне костер. Так, для костра мне нужно дерево. Эти, я тебе не простой костер. Эти костер душ даже могу сделать. Ядреный хрыщ. Мать, ты че так разошлась? Какой костер душ? Давай, я могу что-нибудь еще сделать. Сделай мне наковальню. Так, для наковальни нам нужно 3 железных блока. В каждый блок входит 9 железных слитков. И еще 4 железных слитка. Мы берем тут железо и идем крафтить. Кать, скажи мне честно, ты себе энциклопедию по Майнкрафту купила? Откуда ты знаешь? Как? Откуда? Ты... Ягодку держи, покушай. Она знает, сколько типов пан есть. Она знает, сколько слитков входит в одно вот этот железный блок. Господи, я же заикат запинаться и от тебя начал. Ты как это все узнала за одну серию Майнкрафта? Почему за одну серию мы с тобой сколько уже играем? Ну ты думаешь, я всегда вот так вот специально вот туплю? Быстро сделай мне маяк. Быстро. С самого нуля. Вот прям иди добудь бошки и убей визера. Сделай мне маяк. Прямо сейчас. Ну так пошли в ад тогда добывать бошки. Че? Как я тебе сделаю маяк-то без бошек визера? А? Опа. А вот и скелетончики. Сейчас мы одного кокнем. Другого кокнем. Из одного бошка дропнется. Из другого дропнется. И быстренько сейчас все эти бошечки добудем. И пойдем маячок делать. Ага. Жди меня тут. Ага. Так, все, погнали. Сейчас еще яблочко скушаем, чтобы меньше урона попадало в меня. Угу. Ну что, скелетончики мои, соскучились? Вы где, Катя Крафт? Уже в здании. Давайте идите на меня, как обычно. Они еще меня даже не видят. Они еще даже не подозревают, какое их зло ждет. Здравствуйте. На, бобошки. На, бобошки. Тебе. Ты там аккуратней. На, тебе. Катя, на, тебе. У меня уже целая стая бежит. Вот так сейчас мы всех перемочим здесь. Смотри, смотри. По-любому сейчас башка выпадет. А что их так много-то? Подожди, я не подозревала. Сейчас мы справимся. Отступай. Отступай. Они же сейчас тебя убьют. Отступай, Катя. Нет, никаких отступать. Мне нужны бошки визера. Вот она. Одна. Череп визер, скелета. Есть одна. Я все. Я, я, я. Все, Катя. Ты возвращайся, когда сможешь. Я, я, я. Я все. Я, я, я в лаву. Не. То, что Катя научилась делать в этой серии, это выше всего сверхъестественного, что существует. До свидания, нет? Опа. Здравствуйте. Держи тебе три черепа визер, скелета. Иди сейчас, песок души, бери. Одевайся. И мы идем спавнить визера. Главное только это под шахты где-то сделать, чтобы он не смог никуда улететь, и мы смогли его легко убить. Давай. Вот, вот, да так, так. Ты даже это знаешь, что визер, скелета надо где-то на, на, на дне шахта спавнить? Все, тогда ты ищи шахту. Я пошел за, за песком, с песком душ. Я сейчас приду. Да, у нас тут рядом шахта есть. Я тебя там буду ждать. Ты там идешь за мной, а? Плетешься еле как. У нас очень много дел впереди. Давай, давай, быстрей. Иду, иду, иду. Веди меня туда куда надо. Господи, я от того, что ты делаешь в этой серии, реально заикаться начал. О, отличное место. Вот здесь делай. Ага, все, тогда держи песок душ, держи вот эти башки и сама все строй. Если ты, конечно, умеешь строить конструкцию по призывам визера. В смысле, если ты, конечно, умеешь? Я что-то сейчас вообще не поняла. В смысле умею? Конечно, умею. Ты готов? Я всегда готов. На, тогда ставь одну голову, я другие поставлю. Ага, все, я тогда по центру ставлю, вот туда, ты давай и в другие стороны. Это ошибочка вышла. Сейчас, вот так. Оп. Оп. И погнали. Все, отходи, он сейчас взорвется. Отходи, отходи сюда, в сторону. Давай сюда, сюда, сюда. Так пошли убивать его. Да подожди, он еще защищен вот этой аурой своей. Знает она все, он сейчас взорвется. Все, вот сейчас он не защищен. Давай, вали его, Катя. Да, Шах, ну легко, его просто возьми и попьем. Давай, давай. Давай, давай, я перекушу, я перекушу, я перекушу. Меня сейчас убьет, Катя, спасай, давай. Потом есть, будешь, убивай. Последний разводник, давай. Катя, ты справилась с визером. Так, вот, визда Незера. Пойдем маньяк делать. Все, все нормально, все. Так, чуть-чуть сложно было, но там легко. Чуть-чуть попотело, так все нормально, да? Закокошила, даже не моргнув. Понял? Ну, давай, удиви меня, покажи всем, как крафтится маяк. Ой, я не знаю, зачем тебе этот маяк. На самом деле, крафтится все очень просто. Берем обсидиан, звезду посерединке и вокруг стеклышка расставляем. Оп, получился маячок. Она все знает. Я все знаю. Так, пойдем платформу строить. Давай, 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 показывай. Слушай, ну если ты уже все знаешь, что делается в Майнкрафте, значит, моя задача выполнена до конца. Я обучил тебя всему, что я сам знал. Ой, не льсти себе. Так, значит, ставим сюда 9 блоков золота. Вот так. И маячок у нас готов. Еп-ёп, 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 еп-ёп. Ну, а сейчас я тебе покажу то, что ты 100% не знала. Стой там. Ну, давай, давай, попробуй. Ага, мне подписчики сами только недавно в комментариях сказали, что вот это работает. Я уверен, на миллиард процентов то, что ты это не знала. Смотри. Сначала на маяк ставим. Опа, вот такое стекло. Маяк становится синим. Потом на вот это стекло. Сейчас я запрыгну вот сюда. Опа. Потом. Опа. Опа. Вот так. И зеленые. И падаем вниз. И получается вот такое. Ну, чё, ты знала, что так можно сделать? Знала? Слушай, ну нет. Вот этого я 100% не знала. Какие подписчики, конечно, у тебя молодцы. Я не знала, честно. Я согласен. Ну вот, значит, то, что ты не всё же знаешь в Майнкрафте. Вот этого ты не знала. Ну, знаешь, вот такие вот как бы мелкие штучки, они как бы потом с жизнью придут. А так-то я, в принципе, всё умею. Основное. Моё детище выросло. Катюшка Крафт. Тот человек, который в первых сериях Майнкрафта вообще ни черта не знал и был настоящей дуба-сисей. Сейчас она является настоящим опытным, профессиональным игроком в Майнкрафте. И это я могу с гордостью заявить. Мне больше нечему тебя обучать. Я откладываю свои наушники, откладываю мышку и ухожу. Катя научилась всему. Мне больше здесь нечего делать. Прощай, Катя. Наушники упали. И удачи. Да, я Гатюшка Крафт. И я всему научилась, потому что у меня был лучший учитель в Майнкрафте. И поэтому, когда выйдет второй сезон выживания, ожидайте, что я буду делать всё сама. Троить сама, добывать еду сама, там, я не знаю, живот и приручать сама. А ещё я хочу попросить тебя подписаться на этот канал, потому что у Пипуке 22 июля день рождения. И давайте попробуем набрать 6,5 миллионов до его дня рождения. Я думаю, что у нас должно получиться. И не забывай, что я Катя Крафт. Крафт. Субтитры сделал DimaTorzok